По всей стране прошла видеопресс-конференция, в ходе которой сотрудникам отделения пенсионного фонда и журналистам рассказали о новых правилах начисления пенсионных выплат. Реформа не коснется нынешних пенсионеров и тех, кто в ближайшее время планирует завершить трудовую деятельность. Правительстве обещают, права пенсионеров будут защищены, не возникнет ситуации, как с обманутыми дольщиками. Мы должны с пенсионным фондом вместе решить несколько задач. Это, во-первых, конвертация прав, которая не повлечет каких-либо изменений в правах. То есть, сколько у людей есть навопленных прав, столько и будет в ходе конвертации образовываться баллов. Эта конвертация будет проходить в течение 2014 года. При расчете будущей пенсии основополагающими факторами будут являться размер легальной зарплаты и трудовой стаж. Параметры стажа в рамках новой пенсионной формулы изменят с 5 лет до 15. Переход будет постепенным. Предлагается 10-летний переходный период на то, чтобы этот стаж стал 15-летним. Ну, вот это важно, да? Видите, 15 лет стаж для того, чтобы прийти к пенсионной системе. Этот стаж, требование к стажам 15 лет, заработает до 21-го года. В конце ноября законопроект рассмотрит Федеральное собрание. Новый порядок расчета пенсии планируется ввести с 1 января 2015 года. До этого времени разобраться во всех тонкостях пенсионной реформы предстоит не только гражданам, но и сотрудникам ведомства. Любовь Почерникова, Олег Мелехин, РТВ Иваново. Редактор субтитров А.Семкин